Здравствуйте, друзья! Как всегда в это время на Финаме. Я тут, Ларсин, и программа «Вдоль», в которой мы обычно рассказываем вам об удивительных женщинах, которые делают бизнесы и делают этот мир лучше. Но сегодня, поскольку главная тема сезона – это День защиты детей, мы решили немножечко изменить бизнесу и поговорить о более, ну, с моей точки зрения, важных, а может быть, как минимум не менее важных вещах, о семье, о детях. У нас в студии замечательный специалист, уникальный совершенно человек, директор Института возрастной физиологии Марьяна Михайловна Безруких. Здравствуйте, Марьяна Михайловна. Добрый день. Я знаю, что, в общем, как-то насчитается, что основным слушателем Финал МФМ является мужская аудитория, и поэтому мне хотелось очень сегодня с вами поговорить о роли пап в жизни детей, потому что как-то принято считать, что вот эти все детские темы – это скорее такая передача для женщин, для бабушек и нянюшек, а мужчины, у них совсем другие интересы, бизнес, политика, охота, рыбалка. Ну, уж точно никак не детская тема. Вы знаете, в последние годы ситуация резко изменилась, очень резко. И я сталкиваюсь с тем, что очень много пап молодых, активных, занимающихся бизнесом, имеющих свои интересы и в виде охоты, рыбалки, машин и так далее, но тех пап, которые очень интересуются проблемами развития детей. Вот буквально позавчера я прилетела из Калининграда, у меня была встреча, на которой был один папа. А все остальные мамы? Ну, да, остальные мамы. Папа, который занимается бизнесом, и я вам должна сказать, что когда наступило время вопросов, самые интересные, самые сущностные и больше всего вопросов было от этого папы. Но все-таки он был один среди многих женщин. Так сложилось. Вообще у меня в Калининграде есть родительский клуб, и вот в течение прошлого года, когда были занятия, то процентов 40 пап регулярно приходили на занятия. И самое радостное, извините, когда приходили папа и мама. Вместе? Да. Что, в общем-то, является идеальной ситуацией. Это идеальная ситуация, и я скажу вам почему. Вы знаете, опыт показывает, что если папа интересуется, очень интересуется проблемами развития ребенка, воспитания, его учеба интересуется, но оставляет при этом маму в стороне, то есть он берет ответственность за ребенка на себя. Это очень сложная ситуация. Особенно мальчика. Ну, папа, как правило, за мальчиков отвечает, а мамы за девочек. Нет. С мальчиками сложнее, и когда мамы занимаются мальчиками, и когда папы. Так вот, в том случае, если папа берет ответственность на себя, с папой сложно решать вопросы. Это показывает мой опыт, потому что папа жестче в своих притязаниях и в своих решениях. Он лучше знает, как надо. Он меньше готов прислушаться к каким-то рекомендациям и советам. И он диктует маме, что должно быть. А другая ситуация, когда папа совсем отстранен от воспитания детей, он считает, что это женское дело. Ну, это, в общем, дело мамы воспитывать ребенка, папина задача обеспечить. И в лучшем случае тогда он может заниматься воспитанием мальчика. Ну, тоже с определенного возраста. Да, нет-нет, тем, что называется мужским воспитанием. Хотя, я должна признаться, я не очень понимаю, что такое воспитание мальчика как мальчика и девочки как девочки. Потому что очень разные бывают мальчики и очень разные бывают девочки. А в современном мире разделить, что в будущем будет у мальчика и какова будет судьба у девочки, очень сложно. То есть такое представление о том, что основы мужского воспитания дает отец, а хозяйку, жену и будущую мать из девочки на собственном примере воспитывает мама, это уже не работает в современном мире? Ну, я тогда задам вам встречный вопрос. А если у нас папа кулинар и победитель всяческих конкурсов, а мама работает в охранном агентстве, тогда как? Ну, да, действительно, тогда стираются все границы. Конечно. А тогда у ребенка как же должны правильно выстраиваться ориентиры, если все так смешалось? А какие ориентиры? Ну, как быть похожим на папу и похожим на маму? А почему надо быть похожим на папу обязательно для того, чтобы быть мужественным, добрым, смелым, отзывчивым? Собственно говоря, какие мужские черты мы хотим сформировать в мужчине, тех, которых вообще в человеке нет? Или есть только в мужчине? Ну, как-то считается, что мужчина, он, наверное, более ответственный, деловитый, практичный. Почему? А женщины-бизнесмены, неделовитые, непрактичные, неответственные? Ну, вот да, действительно, как-то все получается, все вместе. Вы знаете, что значит нет мужского и женского воспитания? Конечно, нет. Это из эпохи домостроя. Ну, а как же? А тогда почему же мы говорим о том, что если мать-одиночка воспитывает мальчика, то это, как правило, всегда... Это бывает по-разному. А бывает, что в семье есть мама и папа, но ребенок не вырастает ни отзывчивым, ни мужественным, не готов прийти на помощь. Такое тоже бывает. Ведь, понимаете, ребенок берет пример, во-первых, не только с одной мамой. Ну, и не только с одного папы. Ведь представление о том, как должен вести себя мужчина, черпается из жизни вообще, из окружающей жизни, как и все остальное. Потому что современная мама вряд ли может дать девочке вот те навыки домостроевские, как шить, вышивать, готовить, прибирать и так далее. Ну, я-то точно, например, не смогу. Но есть няня, которая это умеет делать хорошо? Вы знаете, кроме няни есть книги. Бабушки. Бабушки, телевидение, видео, интернет. Всему можно научиться. Надо только захотеть. И если вдруг вам захочется ребенка чему-то научить, вы сможете его этому научить, даже не делая это ежедневно сами. Ну, хорошо. А тогда в чем же заключается уникальность именно воспитательной роли мамы и папы, в первую очередь, в семье? Если всему можно учить по книгам, там, не знаю, на курсах и так далее. Самое важное и то, чего не может дать никто, это любовь. Любовь и отношения, взаимодействие, привязанность. Вот привязанность у ребенка к маме и к папе формируется в первый год жизни, даже в первые месяцы. И это чрезвычайно важная вещь. Чем больше вы общаетесь с ребенком, чем больше вы ему улыбаетесь, чем больше вы с ним разговариваете, тем больше будет привязанность. Вот это неоценимое качество. Это то, что тот ключик, который позволит открыть любую дверь потом. А вот если не будет привязанности, если ребенок не будет воспринимать папу как своего, как родного, тогда и папа ничего сделать не сможет. Потому что его слова, его нотации и даже личный пример. Ну, я вам должна сказать, что если привязанность не сформировалась, если папа не уделял внимания ребенку и не уделяет внимания ребенку, личный пример незначим. Потому что это незначимый взрослый. Он может быть идеальным для своих сотрудников, для своих друзей, но он не такой для ребенка. Это очень страшно звучит, незначимый взрослый в контексте отцовско-родительских отношений. Это такой приговор. Это, вы знаете, это то, что потом очень долго восстанавливается, восполняется, вернее, даже заново формируется. Причем сформировать это очень просто, когда ребенок мал. И очень сложно, когда ребенок вырастает. И, к сожалению, очень многие беды детей и проблемы семьи, и проблемы взаимоотношения ребенка с родителями начинаются в раннем детстве. Когда в 11 лет я слышу, что он ни во что меня не ставит. При этом и мама, и папа могут уделять ребенку очень много внимания. Они могут делать все для того, чтобы у ребенка был материальный достаток, чтобы у него была хорошая школа, игрушки, поездки, чтобы исполнялись его желания. Но, тем не менее, они не становятся значимыми взрослыми. А в чем же проблема? Если мы уделяем ребенку столько внимания, но ничего для него не значим, где мы ошиблись? А нет взаимодействия. Потому что уделять внимание в нашей культуре – это создать условия. Причем так, как мы себе это представляем, а не так, как нас просят. Больше того, как мы себе это представляем, предъявляя при этом к ребенку ту систему требований, которая важна для нас. И которая не всегда может быть реализована ребенком. То есть притязание родителей не всегда соответствует возможностям ребенка. И как только наступает вот это рассогласование, значит, непонимание. У нас в гостях директор Института возрастной физиологии Марьяна Михайловна Безруких. Мы говорим о воспитании детей, потому что День защиты детей грядет. И эта тема, на самом деле, очень волнительная и трепетная для всех нас. Оставайтесь с нами после новостей, и мы вернемся. Это программа «Вдолье». Я тут, Та Ларсен, завтра День защиты детей. И по этому поводу мы решили сегодня поговорить не о бизнесе, а о самом дорогом. О наших детях у нас в студии профессор, академик Российской академии образования, директор Института возрастной физиологии Марьяна Михайловна Безруких. Мы говорили о том, что основа воспитания вообще любого в семье – это налаживание коммуникаций, связей. Вообще сегодня мы все поняли, что коммуникация – это вообще самая главная вещь на свете. Да, конечно. В любом бизнесе, в любом деле. Это то, что называется чуткость? Или это все-таки какой-то набор знаний, которые родители могут почерпнуть? Педагогических, психологических, не знаю. Вы знаете, я не очень верю в то, что можно интуитивно выстроить все. Я очень верю в знания. В знания, которые необходимы каждому родителю. Чем больше, на мой взгляд, чем больше родители знают о своем ребенке, чем больше они понимают возрастные особенности развития. Ведь есть то, что мы никак не можем перепрыгнуть. Вот мы хотим, мы требуем от ребенка, ну, например, от очень маленького ребенка сегодня требует волевых усилий, ответственности, самостоятельности. А это все то, что может сформироваться годам к девяти. Просто в этом случае мозг обеспечит, развитие мозга обеспечит реализацию вот этого. То есть если в восемь лет он сам отказывается завязывать себе шнурки и застилать свою кровать, не нужно его оставить? Это разные вещи. Это не выливые усилий, это привычки. Но привычки долго формируются. И ребенок должен убедиться, что они... Это нужно. Это необходимо. И только доброе слово, только поддержка, только подсказка. Ну и еще терпение. Хотя я не очень люблю это слово, потому что в нашей культуре терпение это наступить себе. Бьет, значит, любит. Нет, нет, вот это вот наступить на себя, сломать самого себя, терпеть, значит, ломать себя. Нет, в общении с ребенком нельзя ломать себя. Потому что ребенок сразу это почувствует. Ну, то есть если он меня бесит, я должна ему сначала сказать, что он меня бесит, а потом наложить с ним отношения? Или все-таки сломать себя, удержать это в себе, это чувство, и как-то уйти, выдохнуть? Вы знаете, для того, чтобы ребенок не бесил, нужно понимать, что в его поведении вам не нравится. Потому что если вы никак не справляетесь с этим, сегодня, завтра, послезавтра, тогда бесит. А если вы понимаете причину и хорошо представляете себе, ведь бывают ситуации, когда ребенок не назло, не хочет, а не может. Но сегодня не может, а вы требуете, завтра не может, а вы требуете, послезавтра не может, а вы требуете. Но тогда, даже когда уже он сможет, реакция будет той же. Вот поэтому так важны знания. К сожалению, у современных родителей очень мало знаний о том, как растет ребенок, что ему важно. А где родители эти знания, может, почерпаны? Ну, вообще есть книги, и книги стоит читать, но их мало. В течение многих десятилетий мы пытаемся пробить цикл телевизионных радиопрограмм для родителей. Вы знаете, весь цивилизованный мир проходил вот этот этап воспитания родителей. И это длилось не год, не два, а там пятилетиями, десятилетиями. Например, в 60-е годы очень известный педагог и психолог Франсуазо Дальто, педиатр, читал циклы лекций для родителей по радио. И у нее была такая формула, я очень люблю эту формулу, на стороне ребенка, быть на стороне ребенка. Вот когда родитель знает ситуацию, и он на стороне ребенка, тогда вряд ли его что-то будет бесить. Ну вот в той ситуации, когда он готов, ну я не знаю, сделать что-то нехорошее по отношению к ребенку. Любой папа, который нас сейчас слушает, может быть и мама, но мне кажется, мужчинам это более свойственно, скажет, ну да, конечно, вот мы всегда на стороне ребенка, а он нам на шею сядет. И вообще вот эта вот любовь, о которой вы говорите, это прямой путь к вседозволенности, к хаосу. Мы его так забалуем, он не будет знать своих границ, он никого не будет слушаться. И вообще для мужчины, наверное, это очень сложно бывает, выразить свою любовь к ребенку какими-то нежностями, какими-то поцелуями, ну потому что это не мужское поведение. Нет, нет, любовь это не нежность и поцелуи, а это понимание, это доброе слово, это добрый взгляд, это добрые слова, это желание прийти на помощь, это конструктивная помощь, не бесконечные нотации, тупой, не понимаешь, не умеешь, не делаешь и так далее. А научите. А ведь порой ребенка ругают за то, что там он не может распределить свое время, там вот он не самостоятельный и все. Но когда родители сами начинают анализировать свою ситуацию, оказывается, они тоже этого не умеют. Не организованы. Да. Это ведь очень важные вещи. Уметь увидеть в ребенке то, что ты не сформировал, то, в чем ты ему не помог. Это очень серьезно. Ведь когда мы раздражены, мы не думаем, с каким выражением лица мы смотрим на ребенка. И это вот очень важная вещь. Я хочу рассказать про исследования американских психологов. Это исследование уже очень давнее, 50-летней давности. Их проводили с трехмесячными младенцами. Хотели понять, реагирует ли ребенок на выражение лица. В таком возрасте, юно. Так, в три месяца. И оказалось, исследования проводили так. Сначала тот взрослый, к которому ребенок больше всего привязан, то есть который больше всего времени с ним находится, играет с ним так, как играет обычно. Разговаривает, поет песенку, поглаживает, тетешкается и так далее. А потом взрослый не уходит, но его просит сделать ледяное лицо. То есть маска на лице, а когда у человека маска на лице, непроизвольно прямой взгляд такой. И оказалось, что трехмесячные младенцы любым образом пытаются изменить ситуацию. Кто-то гулением, кто-то движением, кто-то плачем, кто-то отворачивается. То есть это дискомфорт. Оказалось, и это очень важно, в любой культуре, у разных народов, на разных континентах реакция одинаковая. О чем это говорит? Это говорит о том, что строгий взгляд, что очень любят практиковать наши взрослые, и ледяное лицо. А когда ребенок виноват, что ему? Он говорит, смотри в глаза, я с тобой разговариваю. Классическая формула. Это сигнал биологической опасности. В этот момент животный страх, и ребенок думает только о том, как защититься. И ничего не понимает. И неэффективно, да. И все ваши слова, все ваши требования, все ваши угрозы, все неэффективно. А вряд ли мама контролирует, с каким выражением лица она поворачивается к ребенку, если она недовольна. К самому маленькому. Потому что я сказала, все начинается вот с коляски, с кроватки. Как папа. А потом у ребенка вырабатывается уже реакция. Иммунитет. Ну, в какой-то мере он не слышит, не видит. Отключается просто. Да. Это защита. Ну, хорошо. А как же тогда? Где эта граница, на которой я не балую ребенка, я не потакаю, я его своей любовью не порчу, я являюсь для него авторитетом? Ну, вы знаете, чтобы быть авторитетом, надо заслужить. Вы не авторитет просто потому, что вы папа или мама, и потому что вы на 20 или на 30 лет старше. Не авторитет. Нет авторитета, не заслужили. Вот как это не обидно, не больно, не горько. Это только то, что можно заработать. Ведь мы на работе, как говорим, ну, нет авторитета у человека, не заработал. А с ребенком то же самое. Значит, это не вина ребенка. А вот по поводу того, как не испортить любовью, ведь любить – это не значит не быть требовательным. Требовательным – да. И эти требования могут быть достаточно жесткими, и вы твердо должны стоять. Ни в коем случае не позволять ребенку сидеть у себя на голове. Но у нас ведь как получается, что мы позволяем сидеть на голове, потому что мы срываемся, мы кричим, мы их обижаем, а потом нам становится неловко. И куда-то улетучиваются все эти требования. И на самом деле мы вовсе не требуем от ребенка действительно вот как-то так жестко. Мы срываемся. Вот этого не должно быть. Ну, мы же тоже живые люди. Мы тоже устаем. Иногда проще просто махнуть на все рукой. Ну, значит, махнули рукой. А если не правы, извинитесь. Пожалуйста. Ребенок это понимает. Но. Вот здесь еще одно но. Вы знаете, чувствительность детей, ну, во-первых, нет единого совета. Никак. Никто вам не скажет, вы в этом случае только так, а в этом случае вот так. И, ну, можно смеяться, что надо ребенка там восемь раз по голове погладить, три раза поцеловать. Это не помешает ни в каком случае. Ну, я хотела сказать только, что, наверное, единственный абсолютно универсальный, даже не совет, а настоятельное требование, которое, мне кажется, мы тут с вами солидарны, это то, что детей нельзя физически нагадывать. Не только физически. Я вам должна сказать, унижать порой, и психологическое битье бывает даже и мере. Страшнее. Страшнее. Но мы имеем в виду, что любое насилие над ребенком это точно табу. Но тогда давайте разберем, что такое насилие. Давайте, только чуть попозже. Напомню вам, друзья, мы говорим сегодня, накануне Дня защиты детей, о нас же с вами детях. Это программа «Вдоли». И сегодня мы решили, что это самое важное дело, это наш самый главный бизнес, сделать так, чтобы наши дети были нашим главным достоянием, успехом и нашей радостью. Мы разговариваем об этом с директором Института возрастной физиологии Марьяной Михайловной Безруких. И я очень надеюсь, что этот разговор для вас настолько же интересен, как и для меня. Немного новостей, и мы вернемся. Это программа «Вдоли». Сегодня у нас в гостях профессор, академик, российской академии образования Марьяна Михайловна Безруких. Завтра День защиты детей, и мы говорим о детях. До новостей мы сошлись на мнении, что любое наказание, будь то телесное, или такое, ну, психология, насилие, да, простите, насилие относительно ребенка, это табу. И, да, действительно, давайте определимся тогда, что мы имеем в виду под насилием. А вы знаете, есть характеристика Всемирной Организации Здравоохранения, что понимается под насилием. И я, наверное, удивлю многих родителей, потому что насилием считается не битье, не в угол на горох, на коленях, а насилием считаются речевые атаки. То есть, когда ты голос повышаешь? Когда ты кричишь на ребенка, когда ты отчитываешь его, когда ты, ну, в общем, ругаешь его, вот ругать ребенка, это речевая атака. А как тогда? Как? А дать понять ребенку, что он не прав? А объяснить? А если эмоции кипят? Ну, хорошо, ваши эмоции, это ваши проблемы. Но это же он меня вывел из себя. Это не проблема ребенка. Ну, это же он виноват в том, что я испытываю эти эмоции. Что значит он виноват? Ребенок не виноват. Ну, как не виноват? Я ему сто раз сказала, иди, мои руки, садись съесть. Иди, мои руки, садись съесть. Захожу в комнату, он играет. А, тут уже я начинаю орать. Чуть позже. Давайте мы разберем эту ситуацию. Да. Я закончу про насилие, и мы разберем эту ситуацию. Классическая ситуация. Так. Итак, насилие, речевые атаки, унижение. Когда мы рассказываем, какой ребенок неудачник, как у него ничего не получается, в присутствии сверстников, в присутствии там сестры и брата, когда мы говорим ему, вот у Тани все получается, у старшей сестрички, или еще хуже, когда у маленькой получается, и старшему ставят в примет. То есть мы унижаем ребенка при этом. А он, может быть, правда не может. Вот маленькая может, а он постарше, но он не может. Не потому, что он не хочет. И еще неадекватные требования. Мы с вами уже говорили. Вот система неадекватных требований это самая порочная вещь, и сейчас она чрезвычайно популярна. Потому что к ребенку, уже начиная лет с двух, начинают предъявлять те требования, которые не соответствуют его возможностям. Там вот в три года или в четыре года он должен уметь читать, потом он должен научиться писать, потом он должен английский язык. Еще у него русского нет, а он уже должен английский, и так далее, и так далее. И вот ребенок в ситуации неадекватных требований постоянно чувствует себя неумехой, постоянно неудовлетворен. Им все время неудовлетворены взрослые. И в этом случае, вот у него тяжелейшая ситуация. Его доводят до тяжелых неврозов. Он в стрессе. Да, он в постоянном стрессе. Больше того, ему устраивают гонку с препятствиями. Он живет в ситуации цитнота уже в дошкольном возрасте. А с него все требуют, требуют и требуют. Это заканчивается печально, потому что состояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего. Ну, по многим причинам, в том числе и потому, что от него бесконечно что-то требует, то, что он реально еще не может. Ну, вот ваш пример. Когда ребенок играет, а вы хотите, чтобы он в момент отказался от игры и шел ужинать, потому что вы уже разогрели и уже на столе. Ну, он же может поиграть после ужина. Он не может отключиться. Он не может отключиться от игры в момент. А что тогда делать? Ну, значит, либо понимать, что он придет только через 10 минут, и, значит, не греть, не ставить, а сначала он пошел мыть руки, и в этот момент вы ставите на стол ужин. Или он ест холодный ужин. Это не трагедия. Вот то, что вы на него кричите, трагедия. Ну, хорошо, а если он не придет через... Он может не прийти через 10 минут. Он придет... Он вообще может не прийти. Значит, не придет. Если уже вы вчера кричали благим матом до тех пор, и только тогда он пошел есть, в следующий раз все, что до крика, для него незначимо. И тогда очень частая ситуация. Родители спрашивают, а что делать? Значит, ну, идти на понижение. Потому что крик никоим разом... Понимаете, вообще, вот если вы подумаете, сколько времени ребенок играет сам в свободной игре? Минуты. Минуты в течение дня. И только он увлекся этой игрой. И только... Надо есть. Ну, надо же есть. Надо. Да. Но не менее важно. Он растет, он развивается в игре. В этом острая необходимость. Ну, найдите компромиссный какой-то вариант. Вот ты поиграешь полчасика, да? Но за эти полчасика вы будете ему напоминать минут за 15 до окончания игры, чтобы он правда отключился. И она должна сказать, что у меня был в прошлом году случай, когда привели ребенка с тяжелым неврозом. И когда мы стали раскапывать причины вот этого тяжелого невроза и жутких конфликтов мальчика с мамой. Оказалось, ребенок очень увлечен игрой в солдатики. Он уже большой, 11-летний мальчик был. У него, правда, там определенные солдатики для определенных битв, определенные истории. Ему хочется разыграть эту битву. То есть у него есть увлечение. Есть увлечение. И как только вечером уже вот в его свободной, как оказалось, 15 минут больше у него свободного времени нет. Он только успеет солдатиков там вот разложить для этой битвы. Он должен их убрать, потому что мама не разрешает оставлять солдатиков. В комнате все перед сном должно быть убрано. Вот представьте себе взрослого человека, которого манок показывают, а дальше гуляй. Не получится у тебя сегодня. Не будешь ты этого делать. Я вам должна сказать, что если бы хотя бы каждый родитель, вот на секунду, мы когда сидели с мамой и разговаривали, ну и представили ее ситуацию, она говорит, это ужас. Это ужас. Неужели он так вот это мог перейти? Она об этом даже не думала. Когда я предложила представить себе, что вот там она увлечена чем-то, и ей дали на это 10 минут, и закончить не дали. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда до тех пор, пока у ребенка не развился тяжелый невроз. Ну это нормально? Нет, но опять же, мы ведь все родители хотим своим детям добра, и мы их любим, но... Такими намерениями мы знаем, куда вы мужчина дорога. Да, но я не об этом. Я хочу сказать, что ведь у нас ну просто не хватает ни сил, ни времени, ни энергии. Нет, знаний не хватает. Ну даже как бы в эти знания погружаться, да, потому что это же не инструкция к телевизору, которую один раз прочел и знаешь, где какую кнопку нажать. Это каждый раз нужно включать какие-то новые механизмы, не знаю, применять ту или иную схему. Нет, механизм один. Тактика может быть разная. А механизм, одна на стороне ребенка. Ну это очень тяжело. Для большинства родителей это психологически непреодолимая преграда. Ну я же взрослая, я лучше знаю, как надо. Он должен меня услышать, он должен поверить мне, что так лучше для него. Ну если он верит, тогда нет вопросов. А если не верит, это не его вина. Но он не верит, потому что он маленький и ничего не понимает. Ну как это? Ну это я против гипотеки. Я против гипотеки предполагаю, что вот так. Нет, это оправдание. Реальное оправдание, но ребенку от этого не легче. А самое главное, взрослым не легче. Взрослые вообще, вот когда вы говорили, любить, там, баловать, баловать и так далее, нельзя проигрывать ситуации. вот это вот еще очень важная вещь. Потому что, если мы проиграли ситуацию, а дети манипуляторы, ребенок понял, как отстоять себя уже любыми способами. Он не будет думать, как вам при этом, удобно, неудобно, хорошо, плохо и так далее. Он защищается, точно так же, как он не должен смотреть вам в глаза, если вы его ругаете. он должен смотреть вниз или куда-нибудь вбок, или теребить там свои пальцы, или выкручивать пуговицы. А если он смотрит в глаза, это значит, что он... Это как кролик на удала. Это он вас очень боится. Правда? Да. Но получается какое-то противоречие. С одной стороны, мы не должны дать детям взять над нами верх, с другой стороны, мы должны быть на их стороне, чтобы они все равно на этом верху оказались. Нет. Не так? Нет. Почему наверху? Почему наверху? Потому что получается, что они главные в семье? Ну, каждый человек в семье главный по-своему. Папа главный для мамы, мама главная для папы, папа с мамой главный для ребенка, ребенок главный для мамы с папой. Все для всех главные. Столько раз встречаются ситуации, когда взрослые выстраивают свою жизнь именно от каких-то особенностей поведения ребенка и так далее. А с другой стороны, у меня есть подруга, которая говорит, стая не живет по законам детенышей. Детеныши должны встраиваться в родительскую жизнь. Ну, конечно. Ну, в животном мире естественный отбор. Да. Выживет, выживет, не выживет, значит, нет. А в человеческом? Мы этого хотим? Нет. В человеческом не закон джунглей. Ну, мы зачастую видим, что там, я не знаю, родители не едут отдыхать вдвоем, потому что как-то там ребенок сразу заболевает, когда они учат. Ну, я... Или... Ну, да. Или там, я не знаю, мы вот... Васенька у нас любит вареную колбасу, а мы все любим сырокопченую, ну, поэтому мы должны ездить вареную, потому что Васенька любит вареную. Ну, я не знаю, грубо говоря. Ну, я хочу вам сказать... Он хочет смотреть мультик, поэтому вся семья сидит и смотрит мультик. Нет, этого делать нельзя ни в коем случае. Ему мультик отдельно, у взрослых свои дела. Нет. Когда я сказала, для всех главное, у каждого есть свои интересы, у каждого есть свои заботы, и каждый должен иметь свое личное пространство. Только ребенок не принадлежит нам в том плане, и что мы за него как бы все решаем. Мы должны все-таки прислушиваться к ребенку, к тому простое, вот проваренную колбасу. Пищевые предпочтения у ребенка формируют родители. Родители формируют. Они сами не формируются. Никак. Что сформировали, то получили. Правда, они начинают формироваться очень рано. И если мы на что-то не обратили внимания, ну, значит, не обратили внимания. Мы предпочитали бутерброд быстрее, быстрее, а потом он любит бутерброды, ну, а мы хотим кашу, чтобы он ел. Это сложно, но это тоже возможно. А у ребенка есть свои дела, свое место, свое время, у родителей есть свои дела. В том-то и дело, что родители, жизнь взрослых не должна быть поглощена жизнью ребенка. Нет. Это все должно быть разумно. И ребенок, любить ребенка, это не значит не иметь для себя ни секунды времени. Наоборот. Ребенок должен понимать, что у мамы есть работа, что у папы есть работа. Ему хочется поиграть, но тем не менее папе надо поработать. Я никогда не забуду, много лет назад был такой очень известный педагог Симон Соловейчик. И долго шли споры о воспитании, сколько времени родители должны уделять ребенку и так далее. И он написал в своем эссе «У наших родителей совсем не было времени на наше воспитание, они работали с утра до ночи». А дальше такие строчки. «Меня воспитывала полоска света поздним вечером из-под двери кабинета папы, и я знал, что он работает». Понимаете, одно дело папа работает, а другое дело папа с друзьями сидит и пиво пьет. Это разные вещи. И говорит, я занят. Вот папа работает и уважение к папиному труду, к маминому труду и так далее. Это же, это все то, что в семье. Но когда мама сидит и полтора часа разговаривает по телефону с подружкой, обсуждая там, ну, я не знаю, что угодно, обсуждая, а ребенок что-то просит и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоль» мы говорим именно о них с замечательной Марьяной Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоль» Мы говорим именно о них с замечательной Марьяной Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается. Ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей. Сегодня в программе «Вдоль» мы говорим именно о них с замечательной Марьяной Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается. Ну, простите Друзья, завтра день защиты детей Сегодня в программе «Вдоль» мы говорим именно о них С замечательной Марьяной Михайловной Безруких Профессором, директором Института возрастной физиологии Небольшой перерыв на новости И мы вернемся Обсуждая, а ребенок что-то просит И мама от него отмахивается Ну, простите Друзья, завтра день защиты детей Сегодня в программе «Вдоль» мы говорим именно о них С замечательной Марьяной Михайловной Безруких Профессором, директором Института возрастной физиологии Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается. Ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей. Сегодня в программе «Вдоль» мы говорим именно о них. Замечательная Марьяна Михайловна Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается. Ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей. Сегодня в программе «Вдоль» мы говорим именно о них с замечательной Марьяной Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается. Ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей. Сегодня в программе «Вдоль» мы говорим именно о них с замечательной Марьяной Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается, ну, простите. Друзья, завтра день защиты детей, сегодня в программе «Вдоле» мы говорим именно о них с замечательной Марианой Михайловной Безруких, профессором, директором Института возрастной физиологии. Небольшой перерыв на новости, и мы вернемся. Обсуждая, а ребенок что-то просит, и мама от него отмахивается. Субтитры создавал DimaTorzok